Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хочу познакомить вас с судьбой и творчеством Елены Яковлевой, советской и российской актрисы, народной артистки Российской Федерации. Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новограде Волынском Житомирской области. Мама будущей актрисы, Валерия Павловна, работала в НИИ, а папа, Алексей Николаевич, был военнослужащим. Из-за этого семья Яковлевых много ездила по стране. Как следствие Елена сменила много школ. Большая часть детства актрисы прошла в городе Нижнеудинске Иркутской области. Также у актрисы есть младший брат Дмитрий. В 1978 году Елена Яковлева окончила школу и попробовала поступить в Харьковский институт культуры. Однако на экзамене ей заявили, что у нее совершенно отсутствует сценическая заразительность. После провала на вступительных испытаниях она пошла работать библиотекарем в научную библиотеку имени Короленко в Харькове, а затем трудилась на радиозаводе. А в 1980 году отправилась в Москву поступать в ГИТИС, ее приняли с первой попытки. В 1984 году Елена Яковлева окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского, окончив ВУЦ, была принята в один из ведущих театров Москвы, «Современник». Дебютом Елены Яковлевой в кино стала картина «Двое под одним зонтом», в 1980-е годы актриса много снималась, Мария в плюмбуме или «Опасной игре», мило во времени летать, однако всесоюзная слава пришла к ней после роли Тани Зайцевой в «Интердевочке» режиссера Петра Тодоровского, это был настоящий прорыв для молодой актрисы и действительно серьезная драматическая роль. Успех у фильма способствовало и то, что он затрагивал совершенно запрещенные в то время темы и проблемы, которые, тем не менее, были очень актуальны. В первой половине 90-х годов Елена много снималась у различных режиссеров. Лучше всего ей удавались роли несчастных героинь, брошенных, обманутых женщин, матерей-одиночек. Елена Яковлева снялась у Тодоровского в драме «Какая чудная игра» и в мелодраме «Ретро втроем». Помимо картин Тодоровского актриса снялась в драме «Лестница», в фильме «Сердце не камень» и сериале «Дело Сухого Кобылина», «Петербургские тайны». Елена Яковлева известна по роли Насти Каменской в телевизионном сериале «Каменская». Сериал пользовался большой популярностью у зрителей и продлился шесть сезонов, закончившись в 2011 году. В последующие годы популярностью у зрителей пользовались такие фильмы с участием актрисы, «Как мой сводный брат Франкенштейн, я остаюсь». Елена Яковлева продолжает успешно сниматься в кино и сериалах. Ее последние роли — это жена Зинченкова экипажа, Баба Яга в популярном фэнтези «Последний богатырь». В 2017 году актриса снялась в драме «Молоко» и приняла приглашение на роль в фантастическом блокбастере «Вратарь галактики». В этом же году она сыграла в комедии «Доминика». Первый муж Елены Яковлевой Сергей Юлин — драматический актер, заслуженный артист России. Поженились, будучи студентами ГИТИСа, через полгода расстались. Второй муж Валерий Шальных — актер театра «Современник», народный артист Российской Федерации. Брак супруги зарегистрировали 3 марта 1990 года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, а до этого пять лет жили в фактическом браке. Сын Денис — учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания. Елена Яковлева — лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Ей присуждено почетное звание «Народная артистка Российской Федерации». Награждена Орденом почета за большой вклад в развитие театрального искусства и достигнутые творческие успехи. Приз Международного кинофестиваля в Токио — лучшая актриса за фильм «Интердевочка». В 1989 году по итогам опроса читателей журнала «Советский экран» признана лучшей актрисой года. Дорогие друзья, большое спасибо вам за поддержку, лайки и комментарии. Я надеюсь, что вам понравилось видео и вы получили удовольствие от просмотра. Желаю вам благополучия, удачи и душевного спокойствия.